Здравствуйте, Алексей Валерьевич! Здравствуйте! Ну вот на сей раз героем нашей передачи станет маршал Советского Союза Фёдор Иванович Толбухин. Я думаю, что многие уже подзабыли об этом человеке, а ведь это один из выдающихся советских военачальников, человек, который остался как бы в тени других своих выдающихся коллег, того же Жукова, Конева, Рокоссовского, немногих других. Но Фёдор Иванович, он кадровый военный, по-моему, он ещё был офицером русской императорской армии. Да, он начинал службу в Первую мировую войну в русской императорской армии, он 1894 года рождения, и в итоге он командовал ротой. То есть на момент демобилизации он был командиром роты. А он был кадровый офицер? Нет, он из прапорщика. А, из прапорщика, да. Один из немногих, понятно, за исключением иностранных награждённых, все, кого награждали победой, чаще всего уже имели звание Герой Советского Союза. А Толбухин его не имел, и более того, он скоропостижно скончался после войны. Да, в 1949 году. У него диабет был сахарный. Да, и только в 1965 году ему было же посмертно присвоено звание Герой Советского Союза. То есть это такая одна из загадок его биографии. А так, на самом деле, не так много было бывших офицеров царской армии в армии Красной, по самым разным причинам. Гражданская война, там и дело весна. А Толбухин в этом отношении был одним из исключений. И если говорить о его карьере, то получилась такая своеобразная ситуация с Мехлисом. Дело в том, что Толбухин, еще одна такая, опять же, черточка его биографии, почему к нему относились, может быть, несколько насторожно, как к царскому офицеру. Он стал кандидатом члена партии в 1931 году, а членом партии только в 1938 году. Это очистки постоянно шли, да? В связи с чистками, в связи с определенной подозрительностью к старым кадрам, он стал членом ВКПБ только в 1938 году. И вскоре после этого был начальником штаба округа, потом начальником штаба фронта, которым командовал Козлов. Это Крымский фронт, да? Да, нет, поначалу это был Закавказский фронт, высаживался в Крыму. Соответственно, Толбухин был начальником штаба, то есть тем, кто планировал всю десантную операцию совместно с флотом. И 20 января 1942 года в Крым прибывает Мехлис, то есть удается отбить у немцев Керченский полуостров, но потерять Феодосию. В связи с этим приехал Мехлис, и не следует думать, что он прямо вот взял и сразу отстранил Толбухину. Получилась своеобразная ситуация, которая, по сути, позволила Толбухину не загубить свою карьеру. Мехлис приехал не один, он с собой привез такой генерал-майора Вечного, человека, который больше занимался военно-научной работой в генштабе, тоже достаточно грамотный штабист. Начинается наступление уже Крымского фронта, потому что был переименован фронт в Крымский после освобождения Керченского полуострова. И первое наступление не достигает успеха, начинается 27 февраля, там вязнут танки в грязи, там оттепель, узкий фронт, достаточно тяжелая обстановка. У Симонова достаточно ярко все описано, в дневнике писателя он там как раз был и видел все своими глазами, очень яркая картина своеобразная. И уже после этого, то есть не после Феодосии, то есть за Феодосию там наказали командира дивизии 156-й Мороза. Толбухин сохранил свою должность и только после первых неудач наступления Крымского фронта, разница в темпераменте, то есть Мехлис он был более таким живым, подвижным, а Толбухин был более флегматичным. И, соответственно, Мехлис считал, что человек с таким темпераментом не может нормально работать. И он, соответственно, снимает Толбухину, говорит, отправьте его куда-нибудь на менее ответственную работу, и Толбухина отправляют под Сталинград. То есть, по сути, Мехлис своим волевым решением, на самом деле, не очень толковым, на мой взгляд. Он загубил карьеру вечную, загубил, на самом деле, свою карьеру, потому что после поражения Крымского фронта всем сестрам по серьгам раздали. Сталин же сказал, а что вы, собственно говоря, снимаете свою собственную вину. Если Козлову еще дали возможность реабилитироваться, то герой Советского Союза Черняка, командующего 44-й армии, услали в дивизию в леса под Калинином и так далее. В общем, Крымский фронт, это было такое страшное пятно, а Толбухин, волей судеб, он оказался в направлении удара противника. Причем, он оказался в очень хорошем месте для того, чтобы себя проявить. Это 57-й армию, по-моему, важного. Да, если его поставили на 57-й армию, и вообще, вот эта вот его кажущая медлительность, на самом деле, этот упрек ему высказывал не только Мехлис. В этом плане очень интересно смотреть документальные кадры эпохи уже Вены и Балатона. Там есть эпизод, который снимали кинооператоры в штабе фронта. И перед Толбухином, значит, карта, и он на ней карандашом очень так резко очерчивает, что делать, а потом карандаш швыряет. То есть, на самом деле, человек такой, вроде бы, грузный, флегматичный, проявляет просто взрывы. Бурю эмоций. Бурю эмоций. Я, когда в первый раз увидел эти кадры, в каком-то документальном фильме его использовали, я просто, что называется, рот разинул, потому что человек неожиданно показал такую, как бы, вспышку энергии. В 57-й армии, на самом деле, Толбухин сделал две вещи. Во-первых, была репетиция операции «Уран», фактически. То есть, операция «Уран», она, естественно, появилась, выкристаллизовалась там уже на рубеже в сентябре-октябре. Но в сентябре... 42-го года. Да, 42-го года. На самом деле, 57-я армия, она была на периферии сражения. То есть, она была на юге, то есть, как говорится, у нее за спиной были бескрайние степи. При этом, она была соседней по отношению к 51-й армии, который просто по ней прошел паровым катком танковой армии «Гота». А вот 57-я на время оказывалась в стороне, но вместе нависала на фланге. И в сентябре армия проводит такую репетицию «Урана». И, собственно, эта репетиция «Урана», операция с частными целями, показывает, что если ударить по румынам, румынов удастся опрокинуть. Но тогда немцы своим танковым резервом, это советское наступление, опять же, с ограниченными целями. Купировали, да? Пока еще, да, купировали. И тут, как говорят в охотничьих рассказах, и тут он пошел на меня, поскольку 14-я дивизия, ее убирают из фронта армии Толбухина, и она уезжает в Сталинград, и там, что называется, стачивается до ушей в районе заводов. Вот это вот демонстрируется, румыны побегут, резерв немцев уехал, и тут еще Толбухин достается подарок в лице свежего мехкорпуса. То есть ему в армию прислали? Не сработает. Это все срабатывает, и более того, армия Толбухина, она, что называется, обжимает с юга котел Паулиса. И вот здесь начинается постепенный взлет Толбухина, последовательно его продвижение по карьерной лесности, он получает возможность себя проявить, и достаточно быстро после Сталинграда, вообще все сталинградцы, для них Сталинград был таким хорошим стартовым условием. Ну да, ступенькой такой, да? Да, ступенькой, да, когда, что называется, добился успеха, и если ты добился успеха, можно продвигать дальше. И Толбухин достаточно быстро становится командующим Южным фронтом, потому что первоначально им командует Малиновский, который, опять же, благодаря Сталинграду восстановил доверие командования, он же был летом в июле 42-го снят с фронта, поставлен на армию, затем восстановил доверие, вновь вернулся на командование фронтом, затем стал командующим Юго-Западным фронтом, а Толбухину достается Южный фронт, то есть самый крайний южный участок. Такая особенность оснащения этого фронта, там было довольно много ленд-лизовской техники, потому что Иран близко, и, соответственно, что из Ирана поступало, оно поступало на Кавказ, и, соответственно, в дальнейшем на Южный фронт. У него были и аэрокобры в авиации, и там с Шерманами было похуже. Автотранспорт, бронетранспортер, вот как смотришь фотографии с Южного фронта, у него этого было много. И Толбухину было суждено сыграть весьма интересную роль в общей стратегии 43-го года, когда была операция «Цитадель», а для того, чтобы сорвать план немцев, нужно было проводить свои наступательные операции. То есть план советского командования, он был очень гибким. Он предусматривал оборону на них участок и наступление на других. И вообще сейчас даже, так сказать, западные историки такую теорию двигают о том, что это был очень хитрый план, что, так сказать, специально демонстративно готовились к наступлению и заставили немцев снять резервы как раз на Миус-фронт. То есть был фронт на реке Миус, это как раз сейчас Донбасс, где сейчас идут бои, там Саур-Могила, вот эти вот все места. Там шли жестокие бои летом 43-го года, когда фронту Толбухину удалось взломать оборону немецкой 6-й армии, которая была, так сказать, номер возвращен на такой армейский... На второго составу, так сказать. Да, можно сказать, второго формирования. Так сказать, номер несчастливый для немцев. И надо сказать, что... А там, по-моему, Миус-фронт, это и Малиновский, и Толбутин, они оба, да? У ворот Донбасса стояли к югу, примыкая к Азовскому морю, соответственно, войска Южного фронта, а севернее, на славянском направлении, находился Юго-Западный фронт. Они проводили совместную операцию в июле, которая так была не очень известна, поскольку она не достигла первоначальных целей. Немцы свернули цитадель, все резервы бросили на Донбасс, и Донбасс тогда удержали. Но, тем не менее, если смотреть на проведение этой операции, то видно, что очень хорошо было отточено закрепление позиции. Потому что таким важным элементом выучки войск было умение удерживать то, что захвачено. И если они, так сказать, заняли что-то, это надо было держать. Стоять на смерть. Да, стоять на смерть. Толбухин, на самом деле, очень был силен в оборонительных операциях. И здесь он это продемонстрировал в полной мере, когда немецкие контрудары очень мощными силами наталкивались на прочную оборону, закрепленную позицией. Только что называется ценой очень больших усилий задействования, так сказать, элитных эсэсских дивизий удалось заставить, опять же, в Красной Армии организованно отступить за МИУС. Дальше в августе уже проводится вторая более успешная операция. И на этот раз вполне результативно прорывают оборону. Резервов немцев нет. Причем, такой был интересный эпизод, что немцы снова нанесли контрудар. И снова уперлись. Вроде бы только что вышли на позицию. Буквально сходу оборудовали их и удержали. Поехали, пошли дальше. Вот это вот умение удерживать, умение, так сказать, держать удар, оно вот было характерным для именно Толбухина. То есть он хорошо умел обеспечивать вот это вот удержание. Устойчивость. Да, устойчивость, да, при продвижении вперед. Потому что, на раз, было обидно. Приложены большие усилия для того, чтобы занять какой-то пункт. Потом следует контрудар. Ну или Харьков тот же, возьмите, да? Ну, Харьков это такой, как бы, что называется. Я имею в виду второй Харьков, который был в феврале 43-го года. Да, второй Харьков, да. Там, что называется, был масштаб такой, скорее, оперативный. А тут, на тактическом уровне, войска были, три фронта, хорошо натренированы на то, чтобы захватил, удержал, захватил, удержал. Ну, понятно, да, да. Вот это движение помогало и людей беречь, и задачу выполнить. Следующим этапом для Толбухина стал прорыв, так называемый, линиевотом. Это на реке Молочной. Немцы, на самом деле, с лета 43-го готовили оборону. И нужно было проломить эту линию и, тем самым, обвалить весь Восточный вал. Задача немцев, какая была, в очереди 43-го, занять Восточный вал, на этом Восточном валу закрепиться и, что называется, стоять последнего. Но не допустить, и нанести красной армии большие потери, и добиться, возможно, приемлемых условий мира. Вот одним из кусочков этого Восточного вала был как раз участок от Днепровских плавней до Азовского моря. Как раз вот река Молочная. И здесь надо сказать, что Толбухину удалось своими действиями. Чего он добился? Он сумел заставить немцев израсходовать все резервы, но не израсходовать свои. И когда немцы израсходовали все, что у них было, нанести удар на новое направление под городом Мелитополь и выйти на оперативный простор. То есть вот эта линия, вот она, она была расшатана, а потом обвалена под городом Мелитополь. И дальше пошли на два направления. В сторону Днепра отгоняли немцев. И Крыма. Да, и Крыма. Причем, опять же, Толбухин, вот эта вот его медлительность вроде бы, она на самом деле означала скрупулезную подготовку. Очень тщательно подготовились к тому, чтобы захватить максимум в Крыму. Вот немцы в 1941 году Севаш, можно сказать, игнорировали. То есть попытки переправить через Севаш. Южный фронт уже к тому моменту переименован в 4-й Украинский фронт. Это было 20 октября, его переименовали. 43-й год. Да, 43-й год. Первые дни ноября. 43-й год, как раз борьба за Плаздарм и за Перекоп. Заранее нашли людей, которые знают местность, проводников, которые наиболее узкое место, где можно перейти Севаш вброд, где можно в перспективе построить переправу. Вот это очень тщательно было подготовлено. И за счет этого заставили немцев распылять силы между Севашом и Плаздармом, который заняли поначалу вообще без сопротивления. То есть немцы проигнорировали это. Они сами не использовали и думали, что Красная Армия тоже. А у Красной Армии это опыт. Севаша в 1920 году. Да, да, да. Да, и, как говорится, были даже ветераны тех боев, которые, что называется, под началом Фрунзе шли через Севаш. Но, естественно, задача была более сложной в 1943 году. И удается занять этот плацдарм, вклиниться в Турецкий вал на Перекопе и тем самым создать благоприятные условия для освобождения Крыма. Все это происходит под патронажем Василевского, поскольку Василевский был представителем Ставки. Но, помимо этого, были и Ворошилов, и на самом деле и Тимошенко. И одна из вершин деятельности Толбухина это как раз освобождение Крыма. Когда удается вот этим распылением сил немцев, вот один и тот же прием на линии Вотона и в Крыму. Заставить противника распределить свое внимание между двумя направлениями и ударить с одного из них, которого меньше ждут. Хорошая оперативная маскировка. То есть до последнего момента немцы не знали, что там через Севаш переправили танки. Это с огромными усилиями. И здесь был еще такой генерал-майор Разуваев, человек, с которым Толбухин начинал служить еще на Крымском фронте. Грамотный штабист, инженер, и вот за переправу отвечал именно Разуваев. Переправу через Севаш, две переправы построили. И вот Разуваев был одним из людей команды Толбухина, потому что очень много военачальника делает способность отбирать грамотных людей, ставить их на те направления, которыми они справятся. А он отвечал за инженерные войска, что ли? Да. То есть он был зам командующего фронта или просто начальником инженера? Нет, на тот момент инженерных войск, и потом его назначили командовать подвижной группой фронта. А, понятно. Да, и вот благодаря таким, что называется, грамотным кадровым решениям, причем, надо сказать, что Толбухин не стеснялся, как говорится, смещать, ставить командующих армиями, то есть таким образом. То есть он оперативно реагировал на изменения ситуации? Да, он увидел, что кто-то не тянул, то он менял местами. И здесь, например, у него было сильное кадровое решение, это поставить Захарова. Вторую гвардейскую армию? Да, на Вторую гвардейскую армию. И Захаров как раз доверие полностью оправдал, то есть прорыв через Перекопский перешейк, это как бы исключительно деятельность, очень грамотная Захарова. Ну, Захаров, он вообще недооцененный полководец, я считаю. Да. У нас о нем мало как-то знают, а вообще-то он потом не дослужился до генерала армии. Правда, умер он, по-моему, в 57-м году. Да, он рано умер, не оставил мемуары, потому что у нас как, наверное, получается, если человек оставил хорошую мемуару, то его рейтинг резко возрастает. Ну да, тот же Батов, тот же Белобородов, тот же Горбатов и так далее. Да, то есть очень многое зависит именно от памяти людской, если есть какое-то литературное наследие, если можно так выразиться. А сейчас у нас есть возможность, наследие, оно в боевых документах. А теперь они доступны, можно, что называется, почитать и видеть, как это все происходило. Справляется с Крымом. Надо сказать, что немцев разгромили очень быстро, то есть штурм Севастополя тоже проходил очень быстро. То есть никакой там 250-дневной обороны не было. Грамотное использование артиллерии, так сказать, танковых войск. А следующий этап в жизни Толбухина – это смена его, смена командования фронтов. Вообще она была такая циклическая. Но она сдвинулась, да? Да, сдвинулась. Потому что после освобождения Крыма упраздняют 4-й украинский. Он остается, но его, как говорится, управление использовали потом между 1-м и 3-м. То есть его использовали в Карпатах, управление… А это потом будет, да, создание… У меня дед воевал как раз от 2-го состава, 4-й украинский фронт. Это летом 44-го, в июле, в июне, после того, как была проведена Проскурово-Черновецкая операция, да. Вот 1-й украинский провел, и потом часть частей перебросили как раз под Тернополь. Вот там шло формирование 2-го состава 4-го украинского фронта. Но он-то уже стал командующим 3-м украинским. Да, он сменяет Малиновского на посту командующего 3-м украинским фронтом. Причем он берет человек своей команды, Берюзова. Опять же, по воспоминаниям участников, так сказать, очевидцев событий, они друг друга дополняли в эмоциональном плане. То есть, если Толбухин был более таким спокойным, флегматичным, то Берюзов был, наоборот, таким резкий взрывной характер. И вот это вот, они друг друга взаимодополняли. Это очень часто были такие люди, когда работают в команде. Вот эта вот разница темперамента, она помогает решать сложные задачи. Когда-то, наоборот, полезен флегматик, а когда-то нужен, что называется... Холерик. Да, холерик с каким-то активностью. И Толбухин с Берюзовым сошлись в том, что надо... А он начальником штаба у него стал? Да, начальником штаба, да. Это вообще была распространенная вещь, когда тянули с собой команду на новое место. Это нормально, господи. Да, это вполне нормально. И я бы так сказал, то, что Рокоссовский оставил свой штаб, это такое даже исключение. Подарок, да. И потом это оправдано во многом. Да, это оправдано, да, когда команда не перетаскивает. Но это, опять же, то, что взял Сау Берюзов, это, опять же, показывает, что мы с Чеком хорошо сработались. И следующая операция, это против Румынии, яско-кишиневская. И выбирают для удара такой кицканский плацдарм. То есть, на самом деле, это был очень непростой выбор, поскольку сложные условия местности, маленький он тот плацдарм. Но это уже отвечало условиям 44-го года. Этот расчет вполне оправдался. То есть, хотя он был, что называется, весь фруктовые сады. То есть, такая, как бы, с одной стороны, местность пересеченная. Вот это, так сказать, все засажено. Курорт, короче. Ну, не скажешь, что, конечно, курорт. Не, ну я в шутке, да. Потому что, да, проблема была в том, что он насквозь простреливался. Ну, понятно, да. Но, тем менее, вот эта, так сказать, ставка на кицканский плацдарм, она оправдывается. Но все же, реалии 44-го года, потому что реалии 44-го года заключались еще в том, что, так сказать, немецкая авиация уже была куда менее активной. И командующий воздушной армии судец обеспечивал, как бы, твердый зонтик. И то, что не сработало бы в каком-нибудь там году 42-го в Крыму, оно вполне сработало в августе 44-го года у Яссы-Кишиневской операции. Блестящий успех, окружение очередной, так сказать, 6-й немецкой армии, политическое решение вопроса с Румынией. Причем, что интересно, именно Толбухина после войны отправили награждать короля Михая орденом Победы. А, понятно. То есть в составе делегации, опять же, сохранились кадры хроники, как приезжают в дворец, там их встречают, и он вручает орден Победы. Потому что это, на самом деле, на мой взгляд, дали абсолютно заслуженно, потому что Михай очень все правильно сделал. Во-первых, сместил Антонеску, во-вторых, он еще умудрился занять перевалы через горы в Карпатах. Быстрее немцев. Да, он отправил румынские войска занять эти перевалы. Он дал, ну, с одной стороны, дали немцам, как говорится, убежать, потому что с ними воевать это было очень холодно. Проблематично, да. А так румыну потом себя реабилитировали, они воевали на стороне Красной Армии, причем с большим энтузиазмом Венгрии. Ну, да, да, да. Поскольку была давняя любовь. Да, давняя любовь. А вот такой апофеоз карьеры Толбухина, это, конечно, был Антон. Причем... Да, но тут надо вспомнить, что после Румынии была Болгария, но это фактически... Да, Болгария, но это, так скажем, то есть это был такой глубокий обход, который подготовил, собственно, бросок на Будапешт. Потому что в чем была проблема? Да, да. Прямой удар на Будапешт у Леновского не сработал, и нужно было обходить через Дунай, и вот как раз эту задачу выполнил Толбухин. То есть войска Толбухина привели к тому, их действия привели к тому, что был Будапешт окружен. То есть фронта, так сказать, на Будапешт второй украинский, а третий... Ну, да, он с юга его, да, да. Зашел сбоку, так сказать, отбился от контрударов, опять же, вот, так сказать, грамотное отражение контрударов. И вот дальше потребовалось отражать, что называется, сверхконтрудары под Болотоном. И вот тут Толбухин показал свой очень интересный подход к ведению обороны против массированных танковых атак. Вообще, традиционной тактикой было отвечать на удар контрударом, но в условиях, когда масса тяжелых кошек, тяжелых немецких танков, тяжелых самоходок, это бы успеха не принесло. Более того, есть прецедент, там, контрудара танков Ахманова, там, под озером Веленца, 23-й танковый корпус, там все получилось не очень хорошо. И Толбухин очень грамотно строил оборону, он, можно сказать, встраивал танки в боевые порядки войск. То есть, я это условно назвал армированная оборона. То есть, когда оборона пехоты как будто армируется танковыми бригадами. А он вкапал, что ли, их танки? Нет, нет, нет. Он просто держал, условно говоря. Да, не вкапали, а их, так сказать, распределяли по фронту. Они, естественно, вкопанный танк, он лишается двигателя. Ну да. А если он может маневрировать с одного участка на другой, и Толбухин вот это построение обороны, с встраиванием, без попыток наносить контрудары, которые, в общем-то... А, ну все, все, я понял, да. То есть, условно говоря, вот эти обычные традиционные пехотные части, он дополнял вот этими танковыми соединениями, пускай не очень большими, там батальон, там, условно говоря, это. И они между ними, между этими вот... Они, скажем так, за пехотой, то есть, как говорится, во втором эшелоне у них были не только пушки, но и танки. А танки, это означает, что, так сказать, гаубичный артиллер противник не может их подарить, в отличие от обычной противотанковой обороны. И они уже были достаточно эффективными, наши танки Т-34-85. Модернизированы. Да, модернизированы, для того, чтобы ввести оборону против немецкой тяжелой бронетехники. И за счет этого Толбухин удается удержать в итоге и мартовский наступление танковой армии Дитриха, эсэсовской, которая переброшена была из Орден в Венгрию, и январский, то есть первую попытку деблокировать Будапешт. Это уже в 45-м году? Да, 45-й год, это январь 45-го года. И вот эта вот система, она была очень своеобразной и шла, на самом деле, в разрез с традиционными рекомендациями, как вести оборону. То есть, скажем, Ватутин на Курской дуге действовал все же не так. А Толбухин вот этим вот встраиваемым, причем ему выделили новейшие самоходки СУ-100, прям несколько бригад, и они тоже встраивались в общую систему обороны. То есть, не собирались кулаком где-то в стороне, пока охоту будут давить, и потом нанести контрудар и, так сказать, получить лобовое столкновение, ехать на длинные немецкие пушки. А то, когда, что называется, каждый там стрелковый полк имеет поддержку какого-нибудь там танкового батальона, он держится лучше. И плюс, опять же, активное использование артиллерии, и не самый многочисленный фронт, третий украинский, он был, на самом деле, у него и танков не так много было, численность была там даже ниже, чем у соседа. Он успешно держит очень мощные танковые удары, которые, я бы так сказал, мало кому доставались. И самое главное, в ходе тех же мартовских боев ему удается удержать оборону, ну, скажем так, стабилизировать положение. Понятно, что первоначальный удар немцев оказывается очень мощный, они прорываются, но их обкладывают со всех сторон, не дают дальше продвигаться, и он обходится без того, чтобы израсходовать резерв. Потому что, на самом деле, на Балатоне была 9-я гвардейская армия, из десантников сформирована, но, сказали, используют только в крайнем случае. Вот Толбухину ему удалось без использования этой армии. А кто ей командовал? Глагольф. А, Глагольф, значит, да. И вот как раз снова сошлись пути Толбухина и Захарова, то есть Захаров Георгий Федорович, он у него командовал 4-й гвардейской армией, которая, собственно, держала январский удар. Потом он был заместителем командующего фронтом. И, удержав удар, уже дальше вполне результативно двинулись на Вену. При этом Толбухину приписывают какую-то особую бережливость в отношении Вены, но здесь все же оно немного преувеличивается. Все же военачальник обязан прежде всего беречь своих солдат. И, конечно, он какими-то мерами, такими как охваты, оттеснение наиболее сильного противника от города может предотвратить его разрушение. Но на самом деле Вену брали по нормативам Красной Армии. И, что называется, если беречь постройки, не беречь русских солдат, ничего хорошего за это не выйдет. Но, тем не менее, город брали достаточно быстро, грамотно. И за счет этого Вена не превратилась в руинку. Да, методом, что называется, сначала все снести авиацию, а потом идти по развальным, это, в общем, это был не наш метод. Ну, да, да, да. В целом, грамотно сделали, что не пошли на город в лоб, а, так сказать, в стороне прорвали оборону и, так сказать, зашли на город уже с того направления, которое противник не ожидал. Ну, и в дальнейшем уже, там, с предотвращением взрыва мостов, движением по Дунаю, то есть, в общем, таким комплексом мер, который позволил в итоге обойтись без долгих боев. То есть, больших человеческих жертв и разрушений города. Да, больших разрушений, то есть, в целом, но это не означает, что он, как говорится, говорил, что вот нельзя использовать тяжелую технику, но это все же не надо приписывать. Ну, да, очередные мифы строят. Да, потому что, если при грамотных действиях, даже при использовании, там, тяжелой артиллерии, ударах штурмовиков, вполне можно быстро взять город и предотвратить его гибель, как памятник архитектуры. Ну, да, до культурного центра и города. Да, и что такое, почему Орден Победы? Поскольку, во-первых, сковали крупные силы на Балатоне немецких танков, потому что, если бы они оказались под Берлином, они бы доставили немало хлопот. Во-вторых, Венгрия — это источник нефти для Германии, Австрия и Вена — это, что называется, кузница, поскольку именно в Австрии, и это было связано, в том числе, с происхождением Гитлера, строили новейшие заводы по производству новейшего вооружения. И вот эта кузница вооружений Германии, она уже была, что называется, к апрелю из рядов германской военной промышленности вырвана. Тем самым перспектив никаких не было, и то, что дали в итоге три Ордена Победы Малиновскому, Толбухину, Тимошенко именно за Венгрию и Австрию, это как раз свидетельство того значения, которое придавалось этим битвам и тех достижений, которые они достигли в этих событиях. Ну, а потом Федор Иванович, он, по-моему, командовал недолгое время южной группой войск, а потом, по-моему, северокавказским военным округом. Да, то есть он, по сути, вернулся, откуда он начинал свою военную карьеру, на Кавказ, ну и вот... Ну, к сожалению, в 1929 году он скончался, ему было всего 55 лет, но сахарный диабет в довольно тяжелой форме фактически свел его в могилу. Из маршала Советского Союза, после войны, это был первый, кто ушел из жизни. Да, не оставился... Да, да, в этом же году уйдет маршал бронетанковых войск рыбалка, Павел Степанович, но... Ну, война — это все же огромная нагрузка, и понятно, что люди и не спали, и, что называется, сутками работали, и это очень тяжелая нагрузка на организм. Я думаю, не всякий молодой человек выдержит той же нагрузки, которая была у... Слушайте, ну, в 50-е годы и Симоняк умер, и Родин умер, Каратеев умер, и всем им было либо под 50, либо чуть-чуть за 50, понимаете, Цветаев тот же. То есть полно вот командармов, которые умерли в возрасте 49-55 лет. И тот же Толбухин, он же в две мировые войны пришел. Да, да, да. То есть это действительно очень тяжелый... Работанный износ, что произошло. Да, это работа на износ, да, и он не вылезал из таких достаточно тяжелых напряженных операций. В общем, хоть он всегда в южном секторе, но южный сектор тоже он был... А на южном фронте оттепель опять тает, снег в Ростове, тает в Таганроге эти дни. Когда-нибудь мы будем вспоминать. Да, да, да. Вот южный фронт, да, это была неразрывно связана карьера Толбухина с южным фронтом.